Рада вас приветствовать и готова познакомить вас с моим потрясающим гостем и доктором восточной медицины Александр Брукер, иглотерапевт, специалист, которому я доверяю свое здоровье и свои знания, которые постоянно наполняю. Пыталась разобраться самостоятельно в суджоктерапии, в восточной медицине, очень сложно все это написано. Рада решила провести потрясающий эфир с потрясающим человеком, рассказав и получив информацию о системе УСИН, системе пяти первоэлементов коррекции своего здоровья. Зачем бы нам это надо? Да. На самом деле эта тема очень интересная, потому что про пять элементов пишут огромное количество литературы, в интернете можно найти, огромные чаты, там расписаны все по, как бы, что принадлежит пяти элементам. Но смысл, ну для самого себя я очень долго прояснял смысл, а зачем мне эти пять элементов вообще знать, зачем они нужны, да? Есть даже система в китайской медицине, даже в свое время многие считали, что эти пять элементов вообще как бы, анахронизм, и он вообще не нужен в китайской медицине, или в восточной медицине. Но, занимаясь суджок, там все построено на пяти элементах, я очень долго с этим разбирался, и в конечном итоге я выбрал некую точку зрения, что пять, и не точку зрения, а они стали полезны только тогда, когда я стал их рассматривать как инструмент, понятно, да? Это инструмент, то, что с помощью которого нам становится яснее картина, что происходит с человеком. И вот пять элементов позволяет создать такую систему понимания, что происходит со здоровьем человека, как раз используя вот эту традиционную теорию пяти элементов. И эта теория, я рассматриваю, мысль пришла с того момента, когда мне попалась на глаза одна схема, когда пять элементов рассматривали с позиции даоса, даосской практики, когда было рассмотрено, как вот пять элементов проявляется в тени. То есть с позиции даоса, с точки зрения даоса, даоса – это древние мудрецы, говорили о том, что душа, вот наша душа Шенька, первичная наша душа, которая существует на небе, она должна воплощиться в тени. И вот это воплощение происходит через пять, именно через пять лучей. Эта душа спускает как бы пять лучей, пять лучей, которые связаны с пяти элементами, они разного цвета, там дерево, огонь, земля, вода, металл, вода, ну, цвета мы сейчас не будем говорить какие. И вот эти лучи образуют, являются, спускают пять душ. Вот эти пять душ – это как пять первоначальных программ, которые позволяют нам приспособиться в мире. Понятно, да, вам? То, что мы вот в мире существуем благодаря тому, что у нас есть определенные вот структуры, определенные вот эти метафизические программы или, как можно сказать, души, которые позволяют нам увидеть этот мир. Мы же не просто так видим мир, как вы знаете, мир нам надо структурировать как-то, и вот они структурят эти души. И вот эти пять душ, они приселяются в наших пяти основных органах, это их резиденция там. Вот эти пять душ, там дерево, хуани – это небесная душа, поселяется в печени, а шень – это сердце, поселяется в сердце. Шень – это как бы император, основная душа. Потом и душа, и – это сознание, разум, поселяется в селезенке. Хуа – душа, земная душа, поселяется в легких, и джи – это поселяется, это как бы наша судьба, это поселяется в почках. Мы имеем вот, ну, это не надо, не обязательно понимать и запоминать вот китайскую терминологию, там, это сложности существуют, но надо просто представить, что вот эти карты, вот сейчас я вам объясню, что выполняет каждая вот эта душа, или можно как современным компьютерным языком понять, как каждая подпрограмма у нас есть. Большая программа есть, я, которая как программа, и мне надо ее реализовать как свое существование, мне нужно там воспринимать мир, мне надо с ним взаимодействовать, мне надо взаимодействовать с живыми, неживыми объектами, мне надо питаться, надо размножаться, надо создавать, строить все. И вот это все помогает, вот эти дополнительные программы, которые помогают обрабатывать всю эту информацию. Это понятно. Понятно, да? Или я слишком удобно? Очень понятно. Насколько правильно самостоятельно себя определять по описанию в интернете? Ну, там есть разные системы, но на самом деле там просто признаки, если смысл не понимаешь, просто если ты заполняешь анкетку, там вот заполнить анкетку, мы скажем, какой вы элемент. Понимаете, я сталкиваюсь с тем, что, во-первых, анкеты всегда клиентам, очень субъективно заполняют, заполняют эту анкету, потом я смотрю на то, что она ответила, я это по-другому воспринимаю. То есть сам себя человек... Ну, может он, конечно, но когда он понимает, зачем он это делает, да, и как это он делает, он может это как бы определить с этим. Определиться вот, ну, он может помочь. Но вообще вот лучше, лучше, конечно, там вот провести беседу, поговорить, потому что там элементы, они меняются эти элементы. один доминирующий элемент, в зависимости, там утром один может быть доминирующий элемент, вечером другой доминирующий элемент. Но мы как бы немножко вперед забежали, потому что я не объяснил сначала, вот как этот инструмент мы используем. То есть у нас есть, мы уже договорились, что у нас есть пять органов, которые хранят пять программ или пять душ. И когда вот каждая, когда они стабильны, они выполняют каждую собственную функцию. То есть начнем мы, например, с функции печени, да, живет небесная душа. И вот эта небесная душа, за что она отвечает? Она, в первую очередь, отвечает за целеполагание, чтобы человек мог ставить цель, это главное, и достигать. Для этого нужен ясный взор, нужна определенная степень умеренной агрессивности, ассортивности, как называют, в психологии. есть вот эта душа, как бы, работает нормально, то у человека нормальное целеполагание, он нормально достигает своей цели, он способен казаться от цели, она есть, она неразумная, эта цель. И человек в этом состоянии, он является, как бы, в хорошем настроении находится, и он, он всех любит, и у него, он сильный еще, он сильный, да, и, как бы, он покровительный генерал. И вот, да, покровитель, он не императ, он генерал. но когда это состояние, вот эта система становится нестабильна, то появляется, может, она в двух состояниях появится, либо в состоянии повышенной агрессии, когда человеку что-то не устраивает, он не может достигнуть результата, поэтому, и он не может отказаться от цели, он все прет, у него появляется, либо сильная агрессия, либо появляется ярость, он начинает крушить на своем пути все, он начинает злиться по пустякам, он считает, что все ему мешают, что ему не дают достигнуть результата, то есть он не может достигнуть результата, и за счет этого он наращивает агрессию. Это вот касается, вот как раз, дестабилизации этого элемента. Либо, когда он отказывается от, у него не хватает энергии, она может в минус уйти, да, и тогда появляется депрессия, слабость, нежелание что-то делать, и появляется некая фрустрация, он обедвижен, при этом у него появляется некая, такая внутренняя злость, особенно зло, агрессия направлена во внутрь, и вот это состояние связано с вот этим элементом, при стабильном элементе, человек, как бы, может принимать решение, может поставить цели, отказываться, если это неразумно, когда этот элемент нестабильный, у него проблемы с целью полагания, ну, это как бы одна основная, у него появляется избыточная, избыточная агрессия. Может ли человек самостоятельно распознать свое ненормальное состояние, находясь вот в этом стрессовом состоянии? Ну, если человек сам, ну, тут люди разные, да, у кого, у кого хорошо саморефлексия, саморефлексия развита, да, и вполне возможно, там, я уже встал, у меня злость сильная, у меня начинает все... Сколько по времени человек может пребывать в таком состоянии, до момента осознанности, что он не в норме сейчас? Ну, достаточно долго. Иногда некоторые даже не замечают. Нет, но есть люди, которые считают, что это не чертахарактер, они ждены с этими, они двигаются по жизни с этими. Они считают, что агрессия норма, и всех мочить – это норма. Но при этом у них больше страдает соматика, они как бы на уровне психики с этим соглашаются, но на уровне тела появляется там повышенная, там, проблемы может быть с желчным подъемом, с печенью, проблемы с давлением появится, проблемы с мышцами, потому что мышцы перенапружены, особенно шейная область, и могут страдать другие органы, это повышенная вот, энергетика печени, часто страдает селезенка, пищеварительная система, там, земля-селезенка, либо легочная система, там, либо, становятся слабые легкие, там, частые простуды, либо селезенка, слабое пищеварение, вот, и иногда на первый план выходит не сам орган, вот это, повышенная, а выходит, как бы, вторичный орган, на который он влияет. Тут все очень тонко, понимаете, это такая, если там, габарит, надо делать целый курс, пока это отдельно стихи читать, какая-нибудь корректировать. Мне все это очень знакомо, потому что каждый, наверное, третий пациент приходит ко мне примерно в таком же состоянии, и я действительно там, делаю анализ работы внутренних органов, и понимаю, что печень вышла из строя, и человек, например, это списывает на обычные внешние факторы воздействия, алкоголь, неправильное питание, слабость, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта система УСИН, она подразумевает энергетическое воздействие, да? Да, да, есть определенные приемы, есть определенные, там, травы, которые есть, определенные точки воздействия, есть определенные, в принципе, оргамиопатию применить, для того, чтобы успокоить печень, есть упражнения, там, сагоновские какие-то, определенные приемы, позволяющие стабилизировать печень, определенные медитации, которые позволяют, то есть, есть система, которая позволяет каждую, каждую систему, ввести эту ситуацию. Ну, мы сейчас, если мы зациклим, давайте мы уже там, перейдем к следующему органам, если там кому-то, если это заинтересует, да, мы можем потом, по каждому органу сделать отдельное, потому что каждый орган требует отдельного рассмотрения, мы сейчас вкратце располним каждый орган, и рассмотрим его в основном функции, то есть, мы первый рассмотрели печень, ну, печень сейчас пустоагрессии очень много, поэтому... очень много. Но, там, есть нюансы, когда печень сама виновата, когда едет другие органы. Так, следующее, это сердце, душа вшейни, да, это император. Сердце, это наше восприятие, это частота нашего сознания, частота нашего восприятия, когда четко, отчетливо воспринимаем мир, когда он нормально работает, предметы все имеют смысл, мы их понимаем, мы, как бы, мы в миру находимся, это с одной стороны, и вот эта душа, шень, она регулирует контакты, взаимодействие с людьми, то есть, либо приближение человека, либо отдаление человека, то есть, умение слиться с человеком, повторяю тебе любовь, умение, как бы, вот, разумно соблюдать дистанцию. Кому-то, кому-то нужна близкая дистанция, кому-то длинная дистанция. Когда у человека нарушается этот элемент, он попадает в такое состояние, одно из нарушений этого элемента, когда он не может соблюдать дистанцию с людьми. Либо он ограничивает себя, либо он замыкается, попадает в печаль, когда он говорит, я буду один, никто не нужен, такой романтический юноша, который обладает от никого. Либо он сливается со всеми, он всех любит, он нарушает дистанцию, он приливает к людям, и он постоянно смеется, он постоянно радуется, он постоянно эйфории находится, постоянно захлестывает всем. Это одно из состояний, которые связаны с элементом сердца. На уровне сердца, в одном случае, если у человека как-то недостаток элемента, появляется состояние бледности, слабости, низкого давления, такой апатии, такая девушка, которая дома сидит, которая там, голова кружится, хлорос, так называемый, ни с кем не общается, загнулся. Как и недостаток элемента, естественно. И противоположно, когда элемент в избыток, человек становится жарким, он постоянно приливает, приливы тепла к лицу, как бы, покраснеет лицо, при этом, может быть, повышаться давление, при этом, появляется очень много жара, и вот этот жар может провоцировать, а жар высокий, надо даже воспалительные реакции в организме, избыточная радость, вот как бы, избыточная радость. Воспалительные реакции провоцировать, то есть из ничего создавать? Да, ну как провоцировать, нет, инфекция просто подсаживать, да, то есть мы, когда много тепла в организме, организм теряет влагу, слизистая теряет защиту, и может подсадиться инфекция, например, там, при избытке сердца рассматривается, например, уретрит бывает, при избыточном сердце, да, воспаление, да, вот человек порадовался, там очень радостный, там никакого инфекции не было, просто, просто очень радостно, он провел приятный праздник, да, он там с друзьями, поговорил, все, утром просыпаются, у него женя преимущество, это опускание жары, да, причем там не половая инфекция, абсолютно, да, это женя, да, вроде бы там уретро, а это избыток жары, да, вот это, да, это бывает под таком, и там надо гармонизировать, элементы, опять-таки, там существуют рабы, медитации, какие-то упражнения, которые позволяют, гармонизировать состояние, ну, кратко, да, если наши слушатели заинтересуются, да, мы с вами тогда, может быть, даже в школу какую-нибудь сделаем, да, объяснение, это очень интересно, я долго с ней разбирался для себя, долго, мало сказать, ну, лучше не говорить, лет тридцать точно, нет, я давно услышал о них, как бы, галукалывание услышал, все мне, я никак не мог понять, зачем эти пять элементов, и зачем взаимодействие звездочки, особенно, когда там философские объясняют, там вообще, мозги пухнут, все, а когда я вдруг увидел, что это инструмент, и что это, вот если ты конкретно разберешься, каждым элементом, его можно, как бы, в практике увидеть, потом знать, что это, это как компас, понимаете, пять элементов, это как, это как карта, в которой мы ориентируемся, учимся, и говорим, вот у человека это это, значит, надо идти туда, и делать то-то, да, вот, и мы переходим к следующему элементу, селезенка, и сознание души, селезенка, земля, желтый цвет, забыл сказать, что у огня красный, у печени зеленый цвет, и вот, также лучи, лучи вот эти, которые подаводскими представлениями организовали наше тело, которые создали нашу энергетику, то вот у нас осталась земля, земля это желтый цвет, и сознание, основная идея сознания, или души, это питание, как на уровне, ментальном, мы посоглашаем информацию, мы ее переварим, мы ее трансформируем, то есть, трансформация всего, и так же, и на уровне питания, еда, то есть, основная проблема еды, это, основная проблема селезенки, связана с, надо, с достатком питания, все крутится вокруг питания, поесть, и, как вокруг информационного питания, нам нужна постоянная информация, мы ее перерабатываем, так и на уровне физически, когда селезенка стабильна, то есть, мы нормально едим, у нас нормальный аппетит, мы получаем достаточное количество энергии, и она извлекается энергией. если на уровне ментально, мы получаем информацию, мы из нее извлекаем нужную информацию, и мы ей питаемся, информацией, нам производим действие, у нас есть планы действия, тут же все элементы взаимосвязаны, тоже печи, как бы, мы печи снабжаем информацией, там вот эта душа, она правильно планирована, она требует, поэтому печень постоянно подсасывает селезенкой, для того, чтобы подсасывать информацию, для того, чтобы существовать. ну, это как бы уже отношение, это отдельная тема отношения элементов, если этот элемент нестабильный, и самое главное, что еще для селезенки, она находится в центре элемента земля, центрированной, приземленной, вот эта эмоция как бы, это вот мать-земля, вот мать-земля, ей всех надо накормить, всех, всем, чтобы они все были, миротрустными чувствами, чтобы все были довольны, все сыты и довольны, да, такая еврейская мамочка, мамочка, которая всех кормит, всех вокруг себя держит, вот эта земля, когда она стабильна, и основная эмоция, вот положительная симпатия, симпатия, положительная эмоция, симпатия, симпатия, всех люблю, вот, если, еще другая, если это вот отрицательное, это беспокойство, потому что беспокойство постоянно, да, потому что надо накормить, где достать, беспокойство, тревога, беспокойство, связанное с темной, это связано, когда избыток темны появляется, если там не так, то появляется избыточная, избыточная, как бы тревога, и залипанье, человек начинает залипать, он начинает дотошим становиться, к мелочам становиться, дотошим это он раздумье, постоянно, появляется мысленная жевачка, он застревает в этом, то есть вязкость, то есть, когда влажен все гевать, появляется вязкость, вот это элемент земли, Есть та же ситуация как бы с минусом, когда земля тоже это земля, когда человеку все становится безотличным, ему все вокруг ненависть, он вызывает ненависть, апатия, нет даже, апатия характерна для отец, интересно, то есть вот это избыточное, иногда вот бывает, вот качели такая, когда избыточное, забота вдруг перескакивает в свое противоположное безразличие, вот безразличие, забота и безразличие, вот эти качели, на одном состоянии это избыточная забота, на другом борется безразличие, кстати, вот есть такой препарат, в гомеопатии с цепи, он как раз очень похож на селезион, когда, с цепи, да, вот когда люди, у меня все, да, рекомендую. Нет, нет, у вас нет, у вас нет, мы с вами отдельно поговорим, какой элемент, вот, вот это элемент земли, но опять-таки вас есть определенное правило питания, там надо питание откладывать, там существуют определенные травы, определенные упражнения, которые помогают стабилизировать, то есть, что нам главное? Когда орган доставлено, мы его должны в форму вернуть, мы его должны в стабилизировать. Не тонизировать, не тормозить, а именно его форму. Регулировать нормально, чтобы он работал нормально. Потому что питание органов может... Если мы можем стимулировать орган, он понесёт другую сторону. Из одной эмоции он перекинется в другую. Из безразличия он в тревогу перекинется. Когда мы стабилизируем – он становится нормальным, он способен добывать. У нас еще немножко времени, мы оставили два элемента, это телесная душа, это легкий элемент металл, это серебристый луч, для легких иногда это белый цвет, серебристый цвет, иногда коричневый, там у легких несколько цветов, но вот это белый, металл. Что такое металл? Металл это легкий, и еще это то, что соприкасается с внешней средой, это кожа, и металл это защита, даже функция металла защита, то есть легкие выполняют защитную функцию, они контролируют энергию, защитную энергию В, которая подохраняет нас от влияния внешних факторов. Эта же энергия также превращает влияние и эмоциональных нападений. Человек с сильными легкими хорошо защищается от, не только от внешних факторов физических, но и эмоциональных нападений. Основная проблема легких это идея эталона красоты. Для легких характерна вот эта идея Бога, церемония, Бог, я просто аналогии говорю, это правильность, это четкость, результат, люди с повышенным чутьем, эстетическим ощущением, они принадлежат элементу легких. Эстетика на первом плане, в плане, чтобы было красиво, чтобы было четко, чтобы было все. Когда это разрушается, когда вот этот металл нарушается, то он может быть в двух направлениях, нарушение металла. Первый, на уровне психики. На уровне психики это идет в сторону некой ригидности, появляются церемонии, это вот какая-то фанатизм появляется религиозный, появляется какая-то поиск Бога такого, Бога Отца, который будет тобой управлять, это эталонной красоты, это перфекционизм, это как бы одна сторона металла и обратная сторона металла. Если это разрушается, человек становится опять-таки, ему плевать, он погружается в грязь, ему плевать красиво-некрасиво, структурно-неструктурно, это тоже может быть сторона нарушенного металла. Опять-таки, вот нарушение. И его может быть, и люди могут быть биквалятами. Один день он прям перфекционист, другой день вы будете ни раш, ни яш, либо он забывает там по девушкам макияж. Помыться, помыться, помыться. И вот у него два состояния. То он как Дэнди Лондонский одет, то он как бомж одет. Тоже известные персонажи нарисовались. И при этом на физическом уровне слабость легких характеризуется частыми простудными заболеваниями, поражением кожи могут быть определенные, поражение легких может быть связано. Кожные поражения, имеете ввиду высыпания, крыши и все. Там с кожей сложнее, мы не будем сейчас кожу, потому что это такой косметический момент, женщина сразу как-то подтверждается при слове кожи. Но здесь кожа как бы влияет легче, но в основном влажнее, кожа сухая. Если что, легкие вот эти волосы на коже, они являются показателем функции легких. Когда легкие нарушаются, то они как бы становятся какие-то неживые. Легкие контролируют рост волос на коже. Здесь на голове контролируют почки, то на коже легкие. Ну, в смысле, на тень, на мой взгляд. Пол связи на коже вас изменяет. Ну и последнее, давайте мы уже там на мою так и долго, мы рассматриваем последнюю почку, элемент вода. Душа, душа жиринга, она связана с прежде всего, с безопасностью. Вот почка отвечает за безопасное хранение. Основная идея почки, это идея души, чтобы мы находили себя, мы были, обеспечили себе, во-первых, непрерывное существование. Она отвечает за идентификацию лечителя. То есть мы каждый момент примем, не помним, что это я. Хранение памяти, она отвечает за память. За продление рода, что я там, вот эти родовые связи, все связаны с почкой. Она отвечает, эта почка, за хранение как информации, так и эссенции. Все, что извлекается, самое ценное из всего окружающего мира, должно храниться как драгоценность. Поэтому это драгоценность, которую хранят почки, как память. Именно не ту память, которая там, вот, все-все помнит, а вот именно вот эта квинтэнсенция. Когда почки нарушаются, да, нарушается проблема в двух сторонах направления. Физически, это слабость, потому что почки, как контролирует внизу почки, и поясницу, и крупные суставы, и ноги, то появляется прежде всего не слабость в пояснице, слабость в колене, слабость в нижних конечностях, и дрябость в брюшной стенке может появиться, это как бы недостаточность энергии. Ну, там, ну, тоже, как бы, брюшная стенка тоже зависит от энергии почек. И проблема с регуляцией температуры. Человеку может быть холодно, либо слишком жарко, зависит от формы нарушения почек. А на уровне ментального человека, с одной стороны, у него могут быть состояния страха, опасения, безопасности. У него основная идея появляется в безопасности. как укрыться, где спрятаться. Появляются необоснованные страхи, появляются какие-то вещи, которые связаны с куда-то выйти. Он ищет какую-то защиту постоянно. И обратная сторона почек – это адреналинщик, который… Это тоже… Он любит экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта. Это дисбаланс почек. Это тоже может быть дисбалансом почки. Причем на физическом плане у них могут быть всякие проблемы с суставами, с почками, с гостями, вот. Но это тоже дисбаланс. Ну, когда в этом отношении, когда сильная вот эта энергия, это не то, что энергия почек сильная, вот эта вот воды, то она может проявляться вот именно безрассудством. И люди могут быть очень сильными. Вот там другого типа агрессия. Просто можно сносить крышу. Они просто ничего не боятся. Я видел таких людей, которые ничего не боятся. Правда, они только заканчивали. Но это тоже дисбаланс почек. Ну, вот мы рассмотрели пять элементов и кратко. Кратко-кратко попытался объяснить. Я хотел вас спросить. У меня сейчас очень много пациентов с напряженными почками. И всего один за последние четыре месяца у меня повстречался. У кого мне прям понравились почки. Я сначала хорошо диагностирую напряжение в почках. И я понимаю, что там здоровые, красивые, такие прям сияющие какие-то спокойные почки. И я у него прям в моменте спрашиваю, говорю, у тебя есть какие-то страхи? Я говорю, ну назови мне хоть какой-нибудь страх, чего ты действительно боишься. Он мне сказал мне так от балды. И говорит, что страх, что деньги закончатся. Я трогаю, а там нет этого даже страха. Потом я выясняю, кем он работает. Он генеральный директор крупной компании. И тут как бы у меня все срастается, почему человек действительно не страшен. Ну, на самом деле, у людей, которые много денег... Ну, я не поняла, как он к этому пришел. Он не пришел. Врожденный? Да. Такое бывает? Да, ну да. У нас, смотри, по какому-нибудь другому дисбалансу бывает. Да, бывает. Сейчас посол многих страхи, сейчас обоживаемость, сейчас безопасность. Главный вопрос. Поэтому сейчас очень многих энергия почек может быть очень напряженная. И она будет проявляться не нарушение, не пилогефрита, не будут почки болеть. Это метафора почки, это энергия воды. Самая главная проблема, это может быть боль в пояснице, крестец. Это может быть боли в суставах, в нижней конечности. Вот. И вопросы в фобии. Угу. Очень интересно. Ну, там есть еще какие-то там моменты, но это надо отдельно разбираться. То есть надо, если разбираться, там это очень глубинная тема, она очень интересная. Возникает вопрос. То есть сейчас, понимая, что является нормой, а что является не нормой для работы внутренних органов, мы подходим плавно к тому, что человек, в принципе, может самостоятельно себя определять. Да, да. Ну, как бы если он, то есть знание помогает рефлексировать себя. Если мы, если человек обучится, вот если он будет усвоить эти знания, да, то есть знания, правильные знания, они помогают рефлексировать, они как бы дают ясность. Если он понимает, что тут, человек понимает, что такое гнев слабо, он тоже слабо понимает. Что такое обучение, да, это понимание слуха. Что такое гнев, что такое страх. Есть люди, которые могут испытывать эмоции, демонстрировать эмоции, при этом они ее не могут назвать, если это такое состояние, когда человек не различает в себе эмоции, но при этом их демонстрирует. Один говорит, ты там в страхе, а он говорит, я не знаю, у меня просто, а что такое страх. А будет демонстрировать поведение страха, да, и он не будет такая фигура. То есть саморегуляция внутренних органов нам помогает чувствовать себя в балансе, грамотно отображать реальность, да. Баланс внутренних органов внутренних пяти элементов, давайте говорить. Органы – это тоже один из элементов, просто через органы проще объяснять, они как бы демонстрируют это. Потому что все будут говорить, что мне поставили диагноз, а я не испытываю эмоции. Там по-другому, когда мы говорим диагнозом, у меня другая. Мы говорим о балансе пяти элементов, если пять элементов в балансе, если он их удерживает, есть специальные упражнения, есть даже цигун пяти элементы, есть питание по пяти элементам, там многих есть тактик, да, то он будет у тебя чувствовать… Во-первых, у него будет больше жизненной энергии. Кстати, это интересная фигура жизненной энергии. И тем больше у него будет, как сейчас любит, на более высоком уровне вибрации, на более высоком уровне страха. И ясное отображение реальности. Чем больше уровень сознания, чем больше энергии, тем больше уровень сознания, тем больше он отражает действительность, тем больше он вступит в мире, тем более он успешен. Очень часто такое бывает, что когда специалист сам не может себе помочь, он начинает некорректно работать с людьми. Ну да. И, соответственно, диагностировать неправильно. Я неоднократно натыкалась на таких специалистов, которые мне вообще некорректную обратную связь дают. А я же понимаю, что он вроде как бы помочь хочет, а с другой стороны, он не может правильно отобразить меня через свою искаженную призму и искажение. Да, ну вот это и есть такая проблема. Ясенькая. Большое вам спасибо за такой познавательный эфир. Очень ценно смотреть, что ты записал. Будет интересно. Мы так и назовем эфиры, как беседы или уроки. Тему задавайте, можем будет сделать серию. Хорошо. Спасибо вам большое. Провный эфир будет. Всё. Спасибо.